Новый учебный год, непростая пора для школьников, а тут еще и проблема переходного возраста. Справиться с ними и не впасть в осеннюю хандру поможет психолог Лариса Залевская. Лариса, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот в каком возрасте самый трудный период у подростка, у ребенка, у школьника? Когда он начинается, переходный возраст? Да, ну вообще самый трудный личностный кризис это возраст 13 лет. Вот если я задам вопрос, вспомните свои 13 лет, вы наверняка очень мало чего-то вспомните, потому что это вот такой вот... Потому что это самый трудный период, и мы его забыли. Память стерлась. Да, там сразу все стирается, потому что он очень травматичный для развития личности, даже если человек жил в нормальной семье, вот само формирование личности в этот период, оно достаточно трудное. Поэтому как раз седьмой класс, где у кого-то конец шестого класса, вот самый трудный период это вот это. Как-то может помочь родитель справиться с проблемами вот ребенка в данном возрасте, или нужно как-то наоборот оставить и не трогать? Ну, оставить и не трогать вряд ли получится. Смотрите, ребенок-подросток – это кризис всей семьи. Вот в семейной психологии даже есть такое понятие – семья с подростком. Потому что для родителей это тоже трудность, особенно если подросток номер один, да, если когда номер два, номер три, номер шестнадцать, там уже понакатаны, да. А вот когда он первый подросток, для родителей это трудно. В чем трудность вообще? Ребенок начинает взрослеть, приобретает собственное мнение, заявляет о собственных желаниях, они, ну, конфликты… Иногда не совпадают с родительским. И, как правило, они не совпадают, потому что это ребенок другого поколения, и родитель не может с этим справиться. То есть до подросткового возраста все было понятно, родитель устанавливает правила, и ребенок подчиняется. А тут не подчиняется. Но ведь наша задача не воспитать того, кто слепо подчиняется, а как раз учить ребенка поощрять в том, что у него есть свое мнение. То есть в этот момент должны взрослые начинать измениться? Да. Инициатива изменения отношений между родителем и ребенком должна происходить по инициативе взрослых. Потому что взрослые старше, мудрее, опытнее, и не нужно ждать, что ребенок сейчас будет меняться. Он ребенок. Хорошо. А конкретно что нужно делать? Нужно садиться за стол пьеговора, говорить, вот у нас ты перестал нас слушаться, что будем делать? Вот можно я конкретный вопрос задам? Если у меня ребенок решил есть дома, значит, в своей комнате, вот он теперь ест только в своей комнате, и все, за своим столом. Ему там быстрее, удобнее, комфортнее, и никак я не могу уговорить его вместе с нами посидеть. Если он и останется, то через 5 минут соскакивает и убегает, только стоит отвернуться. Потому что там у него компьютер. Да, там ему интереснее, чем с родителями. И тогда вот ответственность с родителями оставаться и воспитывать такой интерес в себе, чтобы ребенку было с вами интересно общаться. Но потом, если у вас всегда была нормальная семейная традиция ужинать вместе, то тут подростковый период на это не повлияет. То есть если вот у вас как-то там, может быть, эта традиция... К сожалению, такого времени нет одного и того же, который мы собираемся. Да, поэтому требовать это от отдельно взятого подростка мы не можем. Хотя бы заведите просто воскресный семейный ужин или семейный обед. И тогда будет такое правило, да, вот раз в неделю мы обедаем. Хорошо, а какие самые распространенные ошибки делают родители? Вот мы всегда считаем, что вот так мы правильно поступаем, нас же так же тоже воспитывали и все такое. Вот сломайте шаблон, что не нужно делать. Какие самые главные ошибки в подростковом возрасте, воспитывая детей, совершают взрослые? Ну вот то, что вы озвучили, это есть ошибка номер один. Нас так воспитывали и я так буду. То есть такой авторитарный способ воспитания. Задача переходить с подростком на партнерские отношения, на согласование. Давай договоримся, будет так. Если ты нарушишь это правило, придумай сам себе санкцию, что будет в результате этого. То есть, ну, сесть за стол переговоров и приучать ребенка за свои слова брать ответственность, да. Но за соблюдение этих правил все равно несет ответственность родители. А вот насколько я знаю, вот в таком подростковом возрасте нужно родителям прям держать себя за руку и не делать что-то за них, да. Там не мыть посуду, не убирать рубашки, потому что так они и привыкнут дальше. Абсолютно верно. И это останется, да. Абсолютно верно, да. Вот в этот момент прямо вот самостоятельность, даже если сутки-двое ничего не убирается, не складывается. Даже если две недели посуда не моется и лежит горой, то родители говорят, ну, это твое, мы с тобой договорились. И поверьте, через две недели посуда начнет. То есть надо еще и в себе воспитать такой стержень, да. Терпение. Абсолютно верно. Я всегда говорю родителям, что, во-первых, вот у меня двое сыновей, нас с мужем, и у нас не было трудностей с подростком. Потому что я, ну, как по собственному опыту и по опыту психолога знаю, что если у родителей между собой есть согласие, то они для подростков всегда будут авторитетом. А если родители соответствуют тому, чего говорят, то они для подростка будут авторитетом. И задача к подростковому периоду, чтобы родители наработали здоровый родительский авторитет. Вот. И тогда в этом будет... А что же делать, если не наработали? Нарабатывайте. Нарабатывайте. И начинать прямо сейчас, да. И вот эта эмоциональная зрелость, да, что не срываться, не истерить, не обзываться, не унижать, не упрекать. А вот, ну, как бы вы договаривались с коллегой по работе. Ну, вот, кстати, партнерские отношения, да. Некоторые педагоги вот в этом возрасте, у меня просто ребенок сейчас в шестом классе, другой в девятом, переходят с детьми на общение, на «вы». Да? То есть вот это правильное общение с ребенком. Ну, в семье-то, наверное, нет, а в школе? Ну, в школе, наверное, правильно. Я думаю, что это правильно. Это призывает их к взрослости, в колледжах, особенно к взрослости. Ну, а вообще вот... Сами себя начинают уважать. Да, но вообще вот к школе, да, сейчас началась школа, и подросткам и так-то тяжело, да, особенно если им 13 лет, а тут еще и школа. После лета занимайся-ка учебниками, занимайся-ка учебой. Насколько сложнее вообще вот школьнику справиться с подростковым кризисом? Школа усугубляет его? Я думаю, что школа как раз помогает его пройти. Там же они в коллективе, я не понимаю, что они не одни с этим. Все равно педагоги оказывают какое-то влияние на воспитание, а личности, да, никакое, достаточно серьезное. Мы же все помним своих педагогов. Вы же знаете, что есть такой педагог, он личность, у него даже мухи не шепчут на уроках, да? А есть такой педагог, и его дети могут ученики не уважать. То есть наоборот даже хорошо, что он встречает так много разных взрослых людей, всех родителей. И школа – это великолепный вообще опыт социализации, общения, прохождения каких-то трудностей, нарабатывания жизненного опыта. Я вообще считаю, что дети только в школу за этим ходят, потому что ту информацию, которую они получают, ее можно... Она потом в жизни-то никак не пригодится. Ну да, с одной стороны, да. Тихо, нас могут смотреть дети. Пусть учатся, все пригодится, дети, учимся. Опыт социализации очень полезен. Скажите, пожалуйста, вот кроме школы, еще какие-то мероприятия, какие-то места, может быть, лагерь какой-нибудь, он помогает? Конечно, помогает. Пережить этот кризис? Конечно, помогает. Что еще можете посоветовать? Куда отправить ребенка? Ну, лагерь и какие-то походы, однозначно, это там, где ребенок остается без родителей, да, без родительского указиловки. И именно, когда они побывают в каком-то лагере, особенно в армии, они потом так начинают ценить родительскую заботу, и вот, а, вот я маму не слушала, и вот это появляется. Поэтому этот опыт очень важен и очень полезен. То есть вы предлагаете детей сразу в армию? С 13 лет в армию, да. Ну, есть же спортивные лагеря, там, в общем, режим-то как в армии, очень похожий, для мальчиков особенно, да. В общем, предоставлять какие-нибудь испытательные моменты ребенку, правильно? Только тогда он проявит себя, поймет сам себя. И поймет, и оценит тепло семьи, тепло его семьи. Спасибо вам большое. Напомним, что в студии была психолог Лариса Залевская. А прямо сейчас начнется время новостей.